МОТОКРОСС МОТОКРОСС В итоге в личных состязаниях среди юниоров победу одержал представитель Называевского района Станислав Мансуров. В классе мастер с самым быстрым оказался Александр Свериденко из Омского района. А в открытом в обоих заездах лидировал калаченец Павел Попов. План был выиграть старт и уехать. В первом заезде маленько не удалось. Старт был скользкий, слишком я сбрусовал. Денис Мамот, Кормиловский район, выиграл старт. Я за ним ехал, объехал его в первой повороте. Потом Иван Костюков не объехал напрямую, я слишком замедлился. Ну и удалось с ним побороться, но я выиграл. Погодные условия, жарко слишком было и пыльно, и скользко. Все в совокупности. Ну мы старались, тренировались, готовились и привезли четвертое место командное. В заездах мотоциклов с колясками уверенную победу одержал дуэт Ильи Смагина и Руслана Киселева из Таврического района, которые достойно выступают не только на областных стартах, но и защищают честь Омской области на чемпионате страны. В команду приобрели, в Таврический район приобрел мотоцикл абсолютно новый, который конкурентоспособен не только в порядке королевы спорта и чемпионата России. Это очень хорошо, и мы всячески старались, чтобы не ударить грязь лицом. Мы задачу ставили, наверное, конечно, выступить за Таврический район, защитить его флаг, победить, принести самые высокие очки. Ну и во-вторых, наверное, у нас была такая хорошая тренировка перед четвертым этапом чемпионата России, который состоится в Таре. Вот, и я думаю, все получилось. Очки принесли, хорошо потренировались. Но настроение хорошее, супер. Илья молодец, везет с ветерком. Понимание на 100%. Наверное, это счастье. Сильно жарко, и такие нюансы свои поставили. 21-е колесо вперед, с которым тяжелее ехать, с которым тяжелее рулиться. Чтобы нам было тяжелее, как тренировка перед Тарой, перед чемпионатом России. Трасса вообще классная, она скоростная очень. Единственное, что хотелось бы здесь добавить, трамплинов. Как бы трасса скоростная, но не зрелищная, потому что трамплинчики небольшие, подпрыгиваешь на метр максимум. То есть на таких прямяках можно сделать такие огромные трамплины. И всем гонщикам интересно будет, ну и зрительно. В командном зачете победу одержала сборная Омского района, которая выигрывает соревнования по мотокроссу уже четвертый раз подряд. Обливались холодной водой, ну и настраивались на победу. Газовали, прыгали. Старались вырваться вперед, чтобы меньше было пыли. У меня хорошо складывались, да, сразу со старта старался уехать. Потому что если потом под клепо попадешь, то тяжело выбраться, не видно ничего. Но у меня получилось. Мы выиграли за счет опыта, за счет тех исторических моментов, которые были сделаны в предстоящий период. Ну и все. Можно сказать, что история развивается волновым событием. То есть волновое развитие истории, оно как бы подтверждает то, что есть подъемы, есть спуски. Ну и в Калачинске тоже были подъемы, были спуски. Но вот сейчас видно, что Калачинск находится на подъеме. Поэтому этот очередной старт, наверное, добавит каких-то эмоций, добавит дополнительных усилий тем энтузиастам, которые это все развивают. Потому что Калачинская земля сегодня еще раз доказала о том, что мотокросс в Калачинске живет. Традиции это самое сохраняются. Поэтому до встречи на Калачинской земле. На второй ступени пьедестала расположился Называевский район, а на третьей – Азовский.